всем привет ко мне часто поступают вопросы как рассчитать количество петель и когда несоответствие моей ниточки с вашей или спиц например номера спиц не такое как у вас я решила вам сегодняшнем видео уроке показать как я обычно рассчитываю количество петель при различной толщине ниточек и спиц вам нужно рассчитать количество петель для ниточки которые вы будете вязать я как вы видите взяла разные номера спиц и разные толщины ниточки вот смотрите провязала образец так я делаю обычно смотрите допустим нам нужно связать жилет допустим платочной вязкой вы набираете образец небольшой я вот как вы видите здесь провязала образцы по одинаковому количеству петель я взяла 20 петель и плюс 2 кромочные ну допустим вы будете вязать жилетик детский вы берете ниточку которая вам нужно вязать и спицы которыми вы будете вязать провязываете небольшой образец допустим провяжите как я двадцать две петелечки две кромочные из них к примеру 15-20 рядочка будет достаточно в идеале честно говоря нужно как советуют либо постирать этот кусочек либо отпарить но я никогда этого не делаю даже после изготовления допустим готового изделия я его максимально могу либо простирнуть действительно либо просто сбрызнуть водой для того чтобы вытянулась и посмотреть какое оно получилось но отпаривать я бы вам никогда не советовала я уже честно говоря ни одну кофточку в общем ни одну ни один шарфик попортила иначе говоря переделывать пришлось вот смотрите после того как вы набрали образец я здесь ну к примеру мы с вами взяли детский жилетик который мы будем с вами платочная вязка вязать либо вот я набрала вам лицевой гладью допустим вы хотите лицевой гладью с жгутиками это к примеру вам понадобится сантиметр допустим вы хотите связать жилет платочной вязкой либо лицевой гладью вы когда провяжите примерчик вот такой небольшой как я вам посоветовала вы смотрите у вас в одном сантиметре две петелечки но если вы померяете немножечко больше у вас петелечек меньше получается допустим вот 5 сантиметров у вас не 10 петелечек а 8 а так на глаз две петельки в сантиметре если вы померить померить ну как бы досконально не получится я обычно беру среднем из образца средние петелечки 5 сантиметров вот пример в этом образце где у меня лицевые провязаны у меня 24 вот я беру 5 сантиметров 24 6 8 9 петелек в пяти сантиметрах если я возьму другой образец у меня в пяти сантиметрах средних вот у меня 5 сантиметров 2 4 6 8 10 11 11 петелечек если я возьму третий образец у меня сейчас я вам скажу 2 4 6 8 10 11 тоже смотрите здесь я связала на третьем примере жгутик среди так сказать у меня по бокам изнаночные петли и жгутик посередине а затем идет просто обычная лицевая гладь либо изнаночная гладь так скажем почему я провязала именно на одном образце два вида узора для того чтобы вам показать что жгуты и различные косы впитывают себя сантиметры смотрите если мы померяем тот то расстояние которое мы провязали 22 петли со жгутом у меня получается 9 сантиметров а если лицевую гладь померяем то полных 10 сантиметров даже если быть досконально точно это 10 с половиной сантиметров вместе с нашими кромочными то есть здесь 8 как вы видели а здесь 10 то есть уже у нас получается лицевая гладь больше в сантиметра жгуты косички различные в общем узоры впитывают себя сантиметры наши и вот чтобы правильно рассчитать когда вы будете делать изделие с узором просто платочная вязкой или просто лицевой гладью как вы видите нужно набирать различное количество петель то есть не одинаковое допустим у вас спинка будет лицевой гладью жилеточки а спереди вы хотите сделать жгуты либо косички вы обязательно должны учитывать что нужно петелечек набирать спереди чуть чуть больше чем сзади на детские жилеточках я обычно набираю одинаковое количество петель так как в детской жилетки не нужно вывязывать грудь так сказать в общем грудная часть в детской жилеточки не нужно ну скажем так больше немножечко то если вы будете вязать женскую жилетку там вы учитываете грудную клетку женщины как бы и точно также мужскую жилетку там нужно обязательно спереди набирать особенно если вы будете делать какие-то араны и жгуты косички там нужно обязательно набирать на порядок больше петель и так приступим непосредственно просчитыванию петель и которые нам нужны вы набираете небольшой пример изначально той пряжей которые будете вязать и темы с теми спицами небольшой пример затем вы считываете сколько в этом примерчике допустим ну как я делал в 5 сантиметров 5 сантиметров у вас примеру 9 петель и допустим 10 давайте возьмем круглый вам нужно примеру связать жилет вы просчитываете если просто будете вязать лицевой гладью сколько у вас сантиметров полуобхват груди примеру если возьмем детскую жилеточку там обычно 25 сантиметров я думаю что не больше как бы возьмем самую такую детскую самый простой вариант лицевой гладью детскую жилет 25 полуобхват мы делим на 5 это получается на 5 сантиметров те которые мы решили с вами взять 25 делим на 5 у нас получается 5 и сколько мы смотрим в 5 сантиметров мы умножаем это количество петель у нас к примеру 10 мы умножаем на 5 это 50 петелек то есть для детской жилеточки спереди мы должны набрать 50 петель это с учетом того что у нас 5 сантиметров 10 петель если у вас толстая пряжа к примеру в 5 сантиметров 5 петель то вы эти 5 умножаете пять раз которые мы взяли с вами 25 поделили на 5 сантиметров у вас получилось 5 и 5 умножаем на 5 петель и которых 5 сантиметров то есть примеру в сантиметре всего лишь одна петелька бывает такая крупная пряжа и сейчас очень актуально крупной пряжи вязать детские изделия значит вы набираете всего лишь 25 петель для спинки и либо там для груди детской жилеточки в расчете шапочки вы обязательно учитываете узорчик то есть пример вам нужна шапочка с отворотом вы высчитываете сколько у вас данных рапортов узора при том что у вас к примеру под головы 55 сантиметров либо там 54 вам нужно натянуть ваш образец узорчик немножечко при растянуть так как шапочка у вас будет тянуться на голове вам не нужно ее строго как жилетку вот в таком вот виде измерять вам нужно его немножечко натянуть и затем вот к примеру смотрим у меня 6 изнаночных и 8 лицевых желте то есть у меня в одном рапорте узора если вы будете чередовать допустим изнаночные косички изнаночные косички вот у меня например рапорт узора моего 6 сантиметров то есть вот этого вот этой части которая будет повторяться на шапочке меня 6 сантиметров вы 54 делите на 6 и смотрите сколько у вас полных ровных частей ровных рапортов для шапочки а затем набираете количество петель вяжите резинку затем узор и затем убавляете в общем самое основное самое главное что вам нужно запомнить это провязать теми спицами которыми будете вязать еще раз повторюсь той же пряжей которая будете вязать посчитать сколько в пяти сантиметрах петель затем вашу нужную длину либо там ширину поделить на 5 и то количество умножить на 5 на количество петель которые в пяти сантиметрах это самый легкий способ которым я пользуюсь постоянно я надеюсь что я вам помогла если что обращайтесь спрашивайте будут вопросы если в общем ставьте лайки подписывайтесь на мой канал ровных петелек вам пока пока